добрый вечер владимир хиллер на микрофоне на связи у микрофона сегодня я хочу открыть такую просветить вас такую тему достаточно популярную я тоже думал что не буду про нее говорить даже она и так известно но не лишним будет сказать потому что я вижу ко мне заявки поступают люди даже младше меня возраста 90 91 92 года 89 пишут но я сам 88 то что страдают от депрессии то что не в глубинной депрессии в основном города это мегаполисы с мегаполисов пишут то есть из европы пишут и с наших бывших снг больших ссср снг стран из америки не один человек пишет то есть ну видно что это проблемка не только у меня в городе она повсеместно по всему миру а то что такое интересно то что бросает вызов не откликается то есть я вот хотел это раскрыть по поводу депрессии тем более пишут люди молодые достаточно блин интересно стало вот и хочу я раскрыть с двух с трех сторон первая по книге луизы хей это исцели служить свое тело сила внутри нас кто читал ставьте лайк вот вторая книга это валерий синельников возлюбивались свою кто читал два лайка ну и третье это мой авторский подход по растительной медицине вот в общем давайте начнем про депрессию что это такое что почему так происходит я хочу начать с книги вызове это вот она написала мои некоторые мысли первое мы несем стопоцентно ответственность за все наши поступки то есть мы мы за свои поступки мы несем стопоцентно ответственность вторая каждая наша мысль создает наше будущее это мы все знаем на многих паблике подписаны осознанных третье исходная точка силы всегда в настоящем моменте то есть если вы вот думаете вот накоплю денег буду счастлив то это обман вы не будете так счастливы всегда когда что-то в будущем мелькает это призрачная перспектива счастья вот четвертое все без исключения страдают от чувства вины и чувства ненависти к себе интересная мысль пятая все думают о себе я недостаточно хорош очень распространено по советском пространстве скажу шестое все заключается в мысли а мысль можно изменить согласен 7 затаенная обида злоба критика других из себя чувство вины и самые вредные для здоровья эмоции тоже согласен это как токсический мусор которые закапсулированы внутри нас и он выделяет яды вот иной мы несем за это стопоцентно ответственность не я виноват то что у кого-то депрессии или там дядя петя тетя жора тетя ева вот ваши родители учителя то есть это вы вы сами вы сами создали эту ситуацию берите ответственность за себя за свои состояния вот 8 полное освобождение от накопленной обиды или злобы излечивает рак железная плюс потому что при церемонии хрестительной медицины наблюдается катарсис неоднократно люди приходят ко мне и плачут плачут так как никогда в жизни не плакали потом пишут то что благодарю за облегчение благодарю за исцеление благодарю за то что так легко стало жить и это действительно освобождает людей но вот выходят через слезы через ухо-горлонос через вот эти на сны отделения то есть глаза очищаются уши очищаются нос очищается горло сердце это работает вот 9 когда мы действительно любим собер себя наша жизнь прекрасна это правда давайте повторю 8 полное освобождение от накопленной обиды или злобы излечивает рак вот то есть катарсис излечивает рак 10 мы должны освободиться от прошлого и простить всех без исключения включая самих себя тоже согласен 11 мы должны научиться жить настоящий моменте уже согласен принятие самих себя и одобрения своих поступков ключ к продолжительным переменам то есть принять себя таким как вы есть ключ к переменам 13 только мы мы и только мы сами создаем так называемую кавычка болезнь в нашем теле болезнь это но названа болезнь чтобы лечить это современное название на самом деле это так с вами подсознание через тело общается она показывает потому что каждый заслуживает сам так называемую свою болезнь вот это геморрой у кого-то это язвительность у него язва у кого-то допустим заикание У кого-то, допустим, вот знаете, человек слова не может сказать, с трудом говорит, это тоже говорит о подавленной злости, как и заикание У кого-то близорукость, у кого-то дальнозоркость, то есть кто-то близко плохо видит, то есть близкие моменты, а далеко хорошо видит А кто-то, наоборот, далеко хорошо видит, а близко плохо, или близко хорошо, ну в общем, то, что происходит, человек это заслужил, включая даже геморрой Вот, это мысли, теперь я хочу вам прочитать про депрессию у Луизы Хей, про депрессию, что она говорит Подавление чувств ведет к депрессии, депрессия это гнев, направленный внутри себя, депрессия это также гнев, на демонстрацию которого, как вам кажется, у вас нет морального права То есть, ну в детстве говорили же, а что ж ты так делаешь, так нельзя, а что ж подумают То есть, ну очень много такого корня, от чего произрастают вот эти ягодки, оно и с детства идет Потому что кажется, что я буду злым, я буду злиться, от меня отпишутся, или как вот я правила создал в Телеграме, в Инстаграме, в Ютубе, в Фейсбуке Кто-то да, отписался, но мне не страшно на самом деле, я знаю, что мы и поймут, и я имею право на правила, на свои личные границы, и это нормально Нормальные люди это понимают, и я как-то не расстраиваюсь В любом случае, святое место пустое не бывает Вот, депрессия, также гнев на демонстрацию, которая, как вам кажется, у вас нет морального права Например, вы считаете дурным тоном злиться на родителей, на жену или мужа, на шефа или лучшего друга Однако, вы все равно сердитесь То есть, вы считаете, что нельзя сердиться, но вы внешне считаете, что нельзя А внутри-то вы серное чувство испытываете, внутри бурлит, внутри ты не обманешь Вот, таким образом вы заходите в тупик Подавленное чувство гнева оборачивается депрессией Огромное количество людей в наше время страдает от этого недуга Это да, даже молодые люди, часто принимающие форму хронической болезни К тому моменту, когда мы по-настоящему начинаем ощущать депрессию От нее уже сложно избавиться То есть, самое лучшее лечение – это профилактика То есть, когда вы уже явно от чего-то лечитесь Вам уже выписали, поставили диагноз Это значит болезнь, ну, ситуация глубоко внутри вас сидит Очень глубоко То есть, самое лучшее – это профилактика То есть, если вы не чувствуете, вот как я сейчас не чувствую, что Допустим, мне надо чиститься периодически ЖКТ ЖКТ, желудочно-кишечный тракт Но я это делаю Это профилактика, это самое лучшее лечение Вот Все кажется настолько безнадежным, что необходимо делать над собой усилия Чтобы что-то предпринять Да, это при депрессии Неважно, считаете вы себя человеком духовным или нет Все равно время от времени вы должны мыть грязную посуду Грязная посуда – это в кавычках Ее нельзя неделями складывать в раковину Отправдывая это тем, что вы не от мира сего Вы духовный человек, а духовные люди, они не злятся Приблизительно такой же процесс накопления грязи происходит и внутри нашего организма Если вы хотите, чтобы ваша мысль текла свободно Тогда вымойте всю грязную посуду в своем сознании Действительно, ко мне тоже обращался мужчина на консультацию Он удивился, почему я за одну консультацию ему не помог Но я узнал, что корни вот этого его состояния Они начали формироваться еще за 25 лет до нашей встречи Мне к тому времени было 9 лет И действительно, человек удивился, а чего-то я ему не помог Я всегда говорю, что консультирование, исцеление – это такой процесс Вы обращаетесь, вы работаете Потом вы обращаетесь, вы работаете Я сам обращаюсь к психологам Да, я раньше походил на психокоррекцию, психотерапевта, целителя Один сеанс и все Но потом я понял, что это не продуктивно И вот я хожу одну сессию Потом месяц, полтора месяца я работаю, прорабатываю Вот за год я где-то 10-12 раз хожу То есть я покупаю, как говорится, абонемент У нас тут, то есть есть человек, который меня корректирует У него стоит 120 долларов в час Я покупаю абонемент, то есть на год Это порядка где-то 11 сессий выходит Так как я беру абонемент, оно выходит чуть дешевле То есть 1200 долларов за год отдаю я То есть я не считаю, что это дорого Я не считаю, что это дешево Я считаю, что это нормально Мое здоровье в любом случае дороже И я предпочитаю профилактику, чем лечиться Вот, поэтому я беру не одну сессию Я понимаю, что это необходимо работать Необходимо профилактировать Вот Один из лучших способов Разрешить себе открыто выражать гнев Выругаться, допустим Вот я раз в неделю хожу еще с собакой гулять Я нахожу полянку, лесок и я ору там Вот Один из лучших способов Разрешите себе открыто выражать гнев или недовольство Чтобы не пребывать постоянно в угнетенном состоянии духа Некоторые терапевты специализируются на исцелении человека от гнева В том числе и я Посещение таких специалистов может оказаться для вас очень полезным Я лично считаю, что раз в неделю нужно колотить кулаками по подушке Неважно, чувствуем мы раздражение или нет Профилактика, понимаете, помните, да? Вот Некоторые методики специально провоцируют на выражение гнева Однако, мне кажется, что любые излишества пользы не приносят Ага Вот Тем более, что согласно этим методикам В состоянии гнева нужно пробыть продолжительное время Гнев, подобно другим экспрессивным взрывным эмоциям Может длиться всего несколько минут Понимаете, да? За несколько минут, сколько можно дров наколотить А иногда есть двойная выгода от того, что Вторичная выгода Того, почему вы не испытываете гнев Потому что вы понимаете, что Сейчас вы покопите, покопите вот эту агрессию А потом просто в один момент снесете вот этого То есть, вот это вторичная выгода Почему вы не сублимируете гнев Потому что можно будет потом вспылить Потому что вы спокойно не можете, по-моему, кому-то сказать То есть, типа, слушай, мне не нравится С тобой общаться, например Вам хочется это как-то усилить Драматизировать Экшена добавить Агрессии, экспрессии в ситуацию Это называется вторичная выгода Запишите Вот Посмотрите, как быстро проходят эмоциональные реакции у детей Взрослые же неправильно относятся к своим эмоциям Именно поэтому они склонны раздерживать и подавлять Да, это я согласен Автор многих методик Элизабет Кюблер-Росс На своих семинарах использовали прекрасное упражнение Она использует шланг и книжку, телефоны Вот это, может, видели, желтые страницы Вот это, американские книжки большие Там, телефоны И, то есть, они шлангом бьют эту книгу То есть, выпускают пар Вот Ничего страшного Если вы, выпуская пары, будете ощущать некоторую неловкость Особенно, если это не было принято в вашей семье Сначала будет немножко стыдно Зато, войдя во вкус Вы начнете получать огромное удовольствие от этого И, конечно, обретете силу Бог возненавидит вас за то, что вы научились сердиться Когда вас покинет хоть какая-то часть старого гнетона Ситуация пристанет перед вами в новом свете Отыщутся пути выхода из нее Это точно Второй совет человеку, склонному к депрессии Это обратиться к хорошему диетологу Это я просто респектую за это Правильное питание удивительным образом способствует умственной и духовной работе Посмотрите мое видео «Очищение ЖКТ» Вот ко мне люди обращаются на дистанционный катарсис Дистанционную веладу Церемонию растительной медицины Я им говорю, сделайте это И я понимаю, когда они это не делают Потому что вот кто сделал вот эта чистка ЖКТ Пробовал чайную ложку Там 100 грамм меда, 100 грамм тыквенного масла 100 грамм чернослива, 100 грамм инжира 50 грамм травы и сены В полулитровой банке чайную ложку на ночь Тот человек, который пробовал, он мне каждое утро пишет То, что Володя Ну вот Я не буду спойлерить Но вот он мне пишет И я понимаю, этот человек пробовал А тот, кто мне говорит, что да, я все попробовал Давайте перейдем к церемонии Не будет такого Вот Я не работаю, когда не соблюдаются правила Правильное питание удивительно способствует умственной и духовной работе Пища павших духом людей часто бедна витаминами Посмотрите Кофе, сигареты Всякие там булочки, выпечка, дрожжи, сахар Пища павших духом людей часто бедна витаминами Что еще больше усугубляет проблему Пищу нужно выбирать разумно Так, чтобы она благоприятно сказывалась на состоянии здоровья Иногда наш организм страдает от несбалансированности химических элементов Как правильно это бывает вызвано поглощением огромного количества медицинских препаратов То есть медицинские препараты по большому счету лечат симптом Но не проблема Реберфинг Еще один превосходный способ высвобождения чувств и эмоций Реберфинг это как холотропное дыхание То есть там происходит как ощущение перерождения То есть я прочитаю, а потом добавлю комменты Реберфинг еще один превосходный способ высвобождения чувств и эмоций Его преимущество состоит в том, что работа происходит на уровне глубинных пластов психики Далеко за пределами логического мышления Если вам не довелось еще побывать на занятиях по реберфингу Очень рекомендую Я, кстати, тоже вам рекомендую Многим это было бы очень полезно Методика реберфинга заключается в чередовании различных видов дыхания В результате дыхательного процесса человек прорабатывает проблемы Корни которых уходят далеко в прошлое Отпуская их от себя Некоторые реберферы просят использовать во время дыхания аффирмации Кстати, немного хочу добавить быстренько по реберфинг У некоторых людей не получается расслабиться Почему? Имеет место быть проводник властительной медицине В церемонии грибной терапии Такой, как я Потому что очень мало людей Как-то готовы расслабиться Показать себя настоящего Тем более среди других людей Или незнакомых людей Или незнакомого преподавателя А вот в церемонии с грибами Почему? Как кто-то мне говорит Фу, да это нельзя Я так не считаю Я вообще другого мнения Я того мнения, что это целительское Вообще потенциал очень сильный И он помогает естественным образом раскрыться В первую очередь вам для самих же себя И чем самым снимает вот эту нагрузку И происходит работа Реберфинг же он как прыжок с прошло Это первый раз вы не поняли Второй раз в воде классный Вот только раза с третьего и с четвертого Вы уже понимаете о чем идет речь А вот с помощью грибного катарсиса Можно сразу ощутить все вот эти перевоплощения Личностные трансформации Личные чувства Которые вы капсулировали годами Как повторюсь, не побоюсь этого слова 25-летиями Четверть века в себе капсулировали Порой можно, мягко сказать, обалдеть От тех чувств, которые вы увидите и проживете Кроме того, существует интересный метод работы с телом Который называется Рольфингом В честь его создательности Создательницы Иды Рольф Методика Рольфинга основывается на силовом воздействии На соединительные ткани человеческого тела Помимо Иды Рольф Подобными исследованиями занимались также Хейлер и Трагер Все методики такого рода Это великолепные возможности Изменить ограничивающие человека идеи Путем физического воздействия Но человек человеку рознь То, что подходит одному, не подходит другому Поэтому в каждом отдельном случае Нужен индивидуальный подход Лучше всего самостоятельно испробовать На практике различные методики И сделать для себя соответствующие выводы Во многих магазинах есть специальные отделы Где продаются книги по саморазвитию В них вы найдете любую информацию О существующих методиках работы с собой То есть, повторюсь По Луизе Хей Без обмана Луизе Хей Депрессия – это гнев, направленный внутрь себя Люблю, когда книжки вкусно пахнут Так Валерий Синельников Тоска, уныние, депрессия Депрессия Уныние возникает тогда, когда перестает радовать жизнь Все видится в черно-белом цвете Как будто человек надел какие-то серые очки Возникает ощущение безвыходности, безысходности Может возникнуть нежелание жить и даже мысли о суициде В медицине такое состояние называется депрессией То есть, уныние в медицине называется депрессией Вот В христианстве уныние относится к одному из семи смертных грехов Человек, испытывающий уныние, разрушает себя Покушается на свою жизнь и жизнь окружающих Это действительно, когда общаешься с такими людьми, это чувствуется Приходится ставить защиту Приходится обтрагироваться от ситуации Потому что чувствуется у человека довольно-таки Такое напряженное состояние внутреннее И оно очень хорошо чувствуется, особенно если человек чувствительный Вот Покушается на свою жизнь и жизнь окружающих Ведь нежелание жить – это мысленные самоубийства Кроме того, такой человек агрессивно настроен А этой агрессии еще и латентна, она скрыта Вот Работая с депрессивными пациентами, я обнаружил, что к депрессии приводит подавление гнева То есть, давайте откроем Луиза Хей, пока она рядышком Депрессия – это гнев, направленный внутрь себя, говорит Луиза Хей Синеликов говорит Работая с депрессивными пациентами, я обнаружил, что к депрессии приводит подавление гнева То есть, сошлось Ненависть, раздражение, обиды по отношению к окружающему миру То есть, это все внутри То есть, не то, что вот наружу, знаете, сублимировать То, что вот как бабки сидят, это такси, ну, не экологическое, вот, знаете, там, ярлыки на кого-то навесить А вот когда вот ты там шлангом книгу бьешь, или там телевизор разбиваешь, холодильник Или, как мы с женой ходили, били посуду на мой день рождения Или вот я раз в неделю хожу в лес, ору Вот это экологическое Я никому не мешаю, я никому проблем не создаю Я никому зла тоже не творю Я просто иду, сам кричу Да, у меня был один раз в момент я кричал на территории Киева Печерской лавры И монахи испугались Но я извинился, попросил прощения и понял, что, ну, надо другое местечко выбрать Вот, так что депрессивные пациенты это подавление гнева То есть, там гнев, тут гнев, сошлось Идем дальше Ко мне часто приходят люди с депрессией Причина у всех одна Накопленные в течение длительного времени негативные мысли По отношению к окружающему миру И к самим себе Таким образом люди сами создают себе депрессию Затем ходят к психиатру и глотают таблетки Надеясь с их помощью испытать радость жизни Получается, что депрессия это подавленные в свое время И возвращенные назад агрессивные эмоции То есть, подавленные и возвращенные Даже кошка соглашается Вот, и чем больше человек испытал агрессивных чувств и эмоций в прошлом И чем сильнее их подавлял, тем сильнее будет депрессия То есть, откат всегда есть То есть, невозможно как под ковер замести эти эмоции То есть, типа, спрятал Не прокатит Проживать надо Вот, уныние это отражение агрессии То есть, уныние смертный грех христианстве в медицине называется депрессия То есть, уныние равно депрессия Равно отражение агрессии Направленной против окружающего мира И против себя Многие люди испытывают в жизни депрессию Потому что у них на то есть единственная причина Они живут скучной, бессмысленной, неинтересной жизнью И поэтому они несчастны Но ведь каждый человек сам создает свою жизнь Вот как тоже полуязыхи мы читали, да? Ее мысли То есть, каждый человек Мы несем стопроцентную ответственность за все наши поступки Вот это прям записать надо Сохранить Вот я закладку сделал Многие люди испытывают в жизни депрессию Потому что у них есть причина Потому что живут скучной жизнью Неужели можно с помощью Но ведь каждый человек сам создает свою жизнь Но ведь Неужели можно с помощью изливания слез Постоянных жалоб на окружающий мир Или с помощью таблетки Сделать жизнь интересной Способ поведения Тоска, уныние Позитивные намерения То есть, когда человек это испытывает У него есть также позитивное намерение То есть, как вторичная выгода Почему он эту испытывает Только вторичная выгода в плюсике Он хочет изменить свою жизнь И получать радость жизни Но он делает ее в негативном ключе Если человек тратит большие деньги на лекарства На пансион, психбольницы Вместо того, чтобы потратить их на что-нибудь стоящее Интересное в своей жизни То это не психическое заболевание Это глупость и потакание о своей слабости Повторюсь, это глупость и потакание о своей слабости Вообще люди интересно создают себе депрессию В их жизни было много приятных переживаний Но они почему-то запоминают именно неприятные Многие преуспевают в этом Хочу поделиться с вами очень хорошим способом Заработать себе депрессию Бесплатно Бесплатно можно поделиться Как заработать себе депрессию Всякий раз, когда происходит что-то хорошее и приятное Вы можете сказать себе гнусным противным голосом Это ненадолго Или На самом деле они не это имеют ввиду Ну то есть как Сквидвард Смотрели, да, это Спанчбоб Если смотрели, поставьте лайк Можно на реальные события накладывать ужасные картины Того, как это выглядит Лет через 50 Правда здорово Нужно вместо подобных вещей, которые человек проделает годами И которые приводят к унынию Делать что-то новенькое и другое Все гениальное просто Прочитал Синельникова Хэй, очень согласен с ними Добавлю то, что растительная медицина Действительно лечит Потому что вот Когда я учился в медицинском Я видел, что Исцеление, оздоровление происходит Не только благодаря Каким-то физическим упражнениям Но и включается еще и диета Вот А если посмотреть В наш современный мир Какая происходит диета Это очень много информации Очень много маркетинга Очень много маркетинга Маркетинга, рекламы Очень много наносного такого Машины, телефоны, дома Какая-то ерунда То есть прям видно, что кто-то сидит там у пульта И закидывает в голову, что необходимо думать А почему оно так классно работает? Потому что питание тоже скудное достаточно Вспомните детский сад Вот это кофе с сахаром Сахар, сахар, хлеб, масло И манная каша Вареная То есть где там витамины Слава богу, да Что я в детстве в Росташкенте Мои орешки ели, фрукты, ягоды Там у нас во дворе все росло Завались этим Не испытывал в этом нехватки Но вот допустим сейчас Я уделяю здоровью достаточно Такое внимание Я покупаю омега-3, омега-6 Потому что бывает то, что По составу крови И я хожу к специалистам Они мне говорят что-то добавить Где-то хурму Где-то фихо Где-то морепродукты Где-то я орехи ем Где-то миндаль Где-то я наоборот на диете сижу Где-то я вот сегодня пятница Завтра будет суббота, воскресенье И я буду вообще без интернета То есть информация не будет меня заходить И я буду разгружаться Соответственно можно также с помощью Хорошей диеты Та, которая вам нужна С помощью биологически активных добавок С помощью растительной медицины Добавлять ее С помощью аффирмаций, практик Хождение в новые места То есть ходить на танцы Обращаются ко мне семьи У них депрессия Я говорю, а вы на танцы вообще ходили? Они просто смотрят на меня И типа Времени нету Хорошо, времени нету Нашли же время ко мне прийти При таком грамотном менеджменте Все же такие умные Когда касается дела Как-то подчеркнуть какую-то чью-то ошибку Давайте вы тоже будете умными Наблюдать за своей жизнью Будете брать ее в свои руки Будете нормально экспериментировать Предходить к этому То, что вы сами сотворили Это на самом деле Депрессию Вот эти все состояния Ну да, прикольно Может все там болеют депрессией Но Если вы от этого страдаете Значит вам это необходимо менять То есть И не искать какую-то действительно таблетку Я вам в любом случае Могу провести терапию Грибную Но перед этой терапией Я буду консультировать вас Я буду узнавать Когда вы это почувствовали Когда вы это узнали То есть Я заведу тетрадочку Мы вместе с вами заведем Я узнаю, что вы любите Я Не то, что заставлю Я попрошу вас Выписать 100 вещей Которые вам нравятся И мы будем ходить по этим пунктам Я буду вас это проверять То есть Также есть люди Которые обращаются ко мне На годовой коучинг То же самое, как я к терапевтам хожу То, что я выполняю задания Я знаю, что также людей спрашивать Интересоваться То есть На протяжении года Я буду контролировать весь процесс Потому что с кондачка так не делается Повторюсь Ко мне Неоднократно приходили люди Которые 25 лет пребывают В состоянии депрессии И они действительно ожидали Что за один день Какое-то чудо произойдет То есть Да В терапии оно происходит То есть Одна терапия Она заменяет 25-30 лет похода к терапевту То есть Это да Но надо же постоянно То есть Мыть посуду Убираться дома То есть Допустим Не убираетесь вы дома 25 лет Представляете, что будет А если вы допустим Лайфхак такой Как грибная церемония За один раз 25 лет убрали Ну хорошо Но потом же Тоже Вы поймете На самом деле Что лучше уж Каждую неделю По одному разу убирать Поддерживать частоту Профилактику Чем-то Каким-то крайним мерам Искать А в терапию Ходить раз в год И это очень будет Помогать Открыть для себя Да Что-то такое Что вам нравится Вот мне допустим Нравится утро Начинать С красной икры С цельнозернового хлеба С обдирной муки Вот именно такая Цельнозерновая Понимаете Да О чем я Кофейка хорошего И прям вот Неспешно смотреть в окно Помогать людям Консультировать людей Вот Я тащусь от этого Я от этого балдею Вот Потому что я знаю Вот кот сейчас лежит у меня на руках И я так от этого балдею Я выписывал Я занимаюсь собой Я практикую Поэтому я С большой вероятностью Могу вам заявить Что я могу вам помочь С С консультированием И с выходом Из Из Любых Кризисных ситуаций В том числе И с депрессией Вот Был рад сегодня Вам это сообщить Рассказать Так что Ничего нет невозможного Обращайтесь Рассказать